Вы слушаете Славянское общественное радио Славик Фэмили. Как найти и купить дом своей мечте или выгодно и быстро продать свой дом? Как узнать о наилучших кредитных программах, которые сделают покупку дома действительно радостным событием? Поручите это дело профессионалу со стажем более 17 лет. Александр Сорокин, риэлтор компании Keller Williams, окажет профессиональные содействия в решении этих вопросов. Он поможет вам в подборе кредитной программы, включая такие опции, как Zero Down Payment, безвозвратные гранты до 5% на покрытие, closing cost и первоначального взноса, а также вычеты по налогу на дом сроком до 10 лет, 50% скидка на дом и многое другое. Окажется действие при short sale, foreclosure, а также сделках с банковскими и аукционными домами. Внимание! Мы бесплатно оказываем уникальные услуги для продавцов домов. Стейджинг, лэндскейпинг, фото и видеосъемка в высоком разрешении, представление грузовика для переезда, клининг. Мы поможем вам осуществить вашу мечту. Александр Сорокин с удовольствием ответит на все ваши вопросы. Звоните по телефону 503-863-9369. Добрый день, дорогие друзья. Как обычно, по вторникам, по пятницам мы с вами говорим, рассуждаем, размышляем о недвижимости. И сегодня, как обычно, маэстро Александр Сорокин вновь поделится своими размышлениями, своей информацией, которую он взял из открытых источников, а также своей личной информацией, своими размышлениями, своей аналитикой в нашей программе. И сегодня наша программа будет жутко интересной и жутко страшной, потому что мы сегодня будем говорить о зомби, точнее о зомби-домах. Пожалуйста, Александр. Добрый день, Андрей. Добрый день, уважаемые слушатели. Надо нам какие-то голливудские уже фильмы снимать с таким анонсом. Зомби-хомс. Я не думаю, что все испугались. Это термин, который используется у нас для описания домов, которые брошены, в которых там живут так называемые squalors, то есть незаконные жильцы, которые просто увидели заброшенный дом и там проживают. И почему их так назвали зомби-хомс? Потому что они есть, но их вроде как нет. И предыдущие собственники, хозяева, которые задолжали определенную сумму денег за таксы, за utilities, имели какие-то прочие долги, они очень часто, бывало, бросали дома. Это, конечно, не сейчас происходит конкретно. Это происходило много лет назад или хотя бы не меньше, чем 5 лет назад. И в кризис это явление очень было распространено. И вот эти бесхозные дома стоят, и, соответственно, они формируют такие очаги криминальной напряженности, беспокойство соседей по понятной причине, ну и так далее. И в свете вот этих вот рыночных проблем, которые мы сейчас наблюдаем с неудовлетворенным спросом потенциальных покупателей, Сити в Портленде озадачилась тем, что стали рассматривать в том числе и этот вопрос с точки зрения того, а что мы можем сделать и как улучшить ситуацию с предложением на рынке недвижимости, если посмотрим на вот эти так называемые зомби-холмс, которые брошенные, которые бесхозные, и которые, соответственно, еще и людей напрягают, и власти напрягают, и правоохранительные органы напрягают и так далее. Стали изучать этот вопрос. К чему пришли? Здесь было очень много удивления, и в том числе и у мэра города Портленда, и у комиссии, которая эту тему рассматривала вообще. И выяснили, что, оказывается, последний раз Портленд решал вопрос по закрытию, так скажем, дома через foreclosure за долги аж в 65-м году. То есть за последние 50 с лишним лет ни разу этого не производилось. То есть и тогда вспоминали случаи, то есть чем закончилась эта процедура, и почему Портленд это делал до этого, а потом прекратил. И, оказывается, в истории, в архивах откопали случай, что была такая очень глупая ситуация, и у одинокой мамы, ее за попрошайничество наделили штрафом в 28 долларов. Этот штраф, соответственно, перешел на, как лин, на дом, и она его не заплатила. Видимо, там то ли проценты росли, то ли что, и в итоге оказался дом под foreclosure. Был сумасшедший конфликт, потому что, ну понятно, да, и 28 долларов штраф за попрошайничество, и привел он в итоге к foreclosure. То есть таким образом были устроены старые правила, в соответствии с которыми все эти процедуры производились тогда, 50 с лишним лет назад. И вот тем самым случаем, который был очень сильно, вызвал очень серьезный общественный резонанс, в итоге в Сити приняли решение о том, чтобы сначала заморозить эту процедуру, а потом за ней забыли, и эта заморозка, в общем-то, длится по сей день, то есть уже 51 год. И следующее удивление мэра было в том, что, оказывается, у него в штате есть специалист по foreclosure, и он даже об этом не знал, что, оказывается, есть такой. И когда стали рассматривать, ну, соответственно, там, допустим, в комиссии каждый человек за что-то отвечает, и вот с точки зрения бюджета, с точки зрения рабочей силы стали рассматривать этот вопрос, вроде как, что может Сити сделать, и оказывается, что даже штатная единица есть, и даже вроде как ее там кто-то чуть ли не занимал. То есть непонятно только, он чем занимался, но есть, в общем-то, человек, который должен этими вещами заниматься вплотную, если его озадачивают, да. Его, соответственно, никто не озадачивал, но из штатного расписания эту должность не убрали. Соответственно, удивление имело место, и что решили? Решили, что хотят начать сейчас с пяти пробных домов, которые... Не убрали эту должность? Нет, должность не убрали, она осталась, и убирать ее сейчас никто не будет, потому что эту тему реанимируют. Вот, и сейчас хотят начать вот все эти abandoned homes, так называемые заброшенные пустующие дома, пустующие с точки зрения закона. Понятное дело, что у них кто-то может проживать незаконно, просто окно разбил, залез, вселился и живет. А вот, скоттерс, так называемый, да, незаконные поселенцы. И хотят начать эту тему с этих пяти домов. И жили, у нас такие дома есть здесь, да? О, оказывается, таких домов очень много, и вот есть даже такая информация статистическая от полиции, что у них под постоянным присмотром в Портленде находятся 430 домов, и больше... Сколько? 430, и большая из них, большая часть из них не заселенная официально. То есть это вот... Это только в Портленде? Портленд. Мы только говорим о Portland Boundaries. То есть это то, что создает постоянные проблемы, это то, куда они приезжают на постоянные вызовы, непонятно по каким обстоятельствам, где они пытаются поддерживать законопорядок, так скажем, и так далее. То есть суммы очень серьезные. Очень интересные. Да, и... То есть получается, сейчас так многие нуждаются в домах, по 20 оферов на каждый. А вот он, пожалуйста, пустые дома, и мало того, что пустые, их еще они abandoned, то есть они заброшены, и еще в них кто-то живет. Да, в них кто-то проживает незаконно. Незаконно. Интересно. Так вот, значит... А вот мы платим деньги за аренд. Все верно. Здорово. Я продолжу эту тему. Вот где-то, где наши бомжи, оказывается, живут. Да, они порой, может, даже еще лучше нас живут. Просто потому что... В джакузи купаются. Ну, может быть. Я не знаю, что у них там с утилитис, вряд ли они подключены, но вот из-за этого-то и возникают пожары, потому что они там сами себе топят там непонятно что, и вот эта противопожарная обстановка там нарушается. Кроме того, что непонятно, что пьют и курят. Вот. И к чему пришли? То есть начинают с пяти домов, порт-сити начинает с пяти домов, список, вот эта штатная единица, внезапно обнаруженная, подготовила из 25-30 домов, то есть это уже есть. Сделали так называемый контрольный обход и обнаружили, что даже в районе даунтауна существуют такие дома, и учитывая их состояние, ну, конечно, убитое почти во всех случаях, очень многие из них могли сейчас уйти на рынки вплоть до 275 тысяч. То есть в этой комиссии там присутствовал какой-то риэлтор, и, соответственно, он вот эту информацию предоставил. И обнаружили, когда стали рассматривать эту проблему вот с этой точки зрения, обнаружили еще и то, что, оказывается, до 65-го года вопросы по foreclosure, если они имели место, рассматривались так, что у человека изымали дом и продавали его не по рыночной цене, а за стоимость долгов. Да, сейчас это абсолютно непонятно, как так может вообще быть, но раньше это было так, и сейчас, когда, опять же, вот только-только в этом году эта тема стала более актуальной. Нет, ну, есть логика, есть, Александр. Если так посмотреть, да, вот за сумму из долгов, вот ты заплатил его долги, бери дом, типа, как бы... Ну да, но если дом стоит 200, а долгов на 40, ты заплатил 40 и бери дом. Не совсем верно. То есть с точки зрения... Александр, вот как раз очень-очень правильная вещь, я сказала, очень-очень мудрая и умная. Дело в том, что вот был подобный случай, как раз со системой спутниковой связи. Подобная была ситуация, вот как раз Иридиум. Это несколько десятков спутников запустили на низкоорбитальную орбиту, и оказалось, клиентов у них очень мало, слышно плохо, было как бы... Ну, не так, как они хотели. То есть нужно на улицу выходить, и они объявили банкрот, чтобы хотели эту систему просто утопить в океане. И появилась компания, которая купила за 3 миллиона целую орбитальную систему спутников. За долги. Ну, я понял. Ну, а что они с нее хотят? Выжить, если там слышно плохо, и так далее? Нет, не так, как хотели. То есть не так много клиентов. Они развили, то есть, значит, с нуля. Они купили, начали развивать, и у них пошло дело хорошо. Понимаешь, так же здесь получается, что, в принципе, эти законы, они действуют. Они вот на федеральном уровне, они где-то работают, эти подобные законы, что за долги и так далее. То есть, когда вот заброшен дом, там никто не платит, вот заплатит чуть-чуть, да, вот сколько там, и забирает этот дом, хоть за сколько? Вот по такому принципу, наверное. Вот я не слышал про эту систему Иридиум, и как там все было, и чья она была, и чья стала, но... Мотороловская была система, да. То есть частная. Да. Мне известно следующее. Когда мы слышим, что продан завод за 1 доллар, или спутниковая система за 3 миллиона, это не значит, что нашелся кто-то, сдал доллар и приобрел завод, или приобрел что-то. Ну, я, ну, неважно. В масштабах вот этой темы 3 миллиона, это как 1 доллар. То есть, мне известно следующее. Я просто сам принимал все время участия в подобных всяких проектах и прочих вещах, и когда пишут, что цена контракта 1 доллар, это то, о чем... Это то, что пиарят. Это то, что выходит наружу, и то, что говорят, завод продан за 1 доллар. Да. К этому контракту есть 100 и 1 приложение, в которых указано, что сейчас человек покупает это за 1 доллар, но впоследствии... Потому что бесплатно он не может. Это должна быть возмездная сделка, если вот таким юридическим языком говорить. А возмездная сделка, то любая, которая не ноль. Соответственно, это может быть 1 доллар. Соответственно, за доллар ты приобретаешь, а потом начинается. Я обязуюсь приобрести за доллар. Дальше. Я обязуюсь покрыть все долги, которые были накоплены на этот момент времени у этого предприятия. Я обязуюсь инвестировать там столько-то денег на протяжении стольки-то лет, создать столько-то рабочих мест и так далее. То есть, говорить о том, что кто-то купил там за копейки и в шоколаде остался, я бы так не стал. Потому что к этому 1 доллару прилипает очень много всяких разных дополнительных обязательств. Всегда прилипает. Если это к тому же еще какое-то очень известное предприятие или тем более государственная какая-то структура или государственный актив, там такого быть не может. Потому что там и счетные палаты есть, и все бдят за тем, чтобы бюджетные деньги тратились с умом, и бюджетные активы продавались таким же образом. Поэтому нет. Говоря... Слово сказать, что как раз здесь такая же система, утопить эту систему в Техом океане, там, или в Атлантическом и все системы, стоила вот ту сумму, за которую они продали. То есть они продали не по стоимости как таковой, потому что это миллиардные вложения были. То есть, понимаешь, запустить там с космодрома Байконур, кстати говоря, запускали несколько десятков спутников, чтобы они были охватывали качественным покрытием всю Землю. Стоило миллиарды. А затопить вот ту сумму, за которую ее продали как раз инвестору. Ну ясно, но мы же не знаем, да, вот правильное слово прозвучало инвестору, мы же не знаем, сколько инвестор еще должен вкладывать в поддержание этой станции в исправном состоянии, в соблюдении орбиты там и прочее. Это же, это деньги, которые каждый день капают и капают. Что касается этих домов, так вот, еще раз вернусь к тому, на чем мы остановились, что есть дома, которые даже в своем печальном состоянии могут уйти порядка 275 тысяч, да, и сейчас вот этот пробный шар будет запущен и я думаю, что все пройдет абсолютно замечательно, потому что по-другому это быть не может. Мы знаем, что у нас есть очень серьезный спрос инвесторов на так называемые фиксерс, это те самые дома, о которых мы сейчас в общем-то и говорим, они все требуют соответствующих вложений, соответствующего ремонта, будет организован абсолютно цивилизованный аукцион, о которых мы все знаем, да, где ты ставишь бит и в зависимости от кондишен этого дома каждый представляет, сколько ему надо вложить и сколько он потом с этого получит, учитывая землю, учитывая место, локейшн и прочие-прочие вещи и дела, и я думаю, что если уж банки продают убитые дома, которые они в свое время по форклоу уже разобрали и которые стояли пустыми годами и приходили в негодность, то эти дома, о которых мы говорим, которые пустующие и много лет стояли, они в этом смысле ничем не хуже и они тем не менее представляют из себя очень серьезный актив, соседи будут только за, потому что наконец-то прекратится вот этот балаган, который в этих домах происходит постоянно с этими... если там соседей есть. Да, ну куда они денутся? Конечно, они есть. Поэтому посмотрим, к чему это все приведет. Да, я сейчас еще скажу такую интересную интересную вещь. Когда стали, когда комиссия это начала в Портленде, в Сити работать, наконец-то прозвучала цифра о количестве людей, пребывающих в Портленд ежемесячно. Одна тысяча человек плюс-минус. Это вот та цифра, которую Портленд как в Сити отслеживает и бдит, потому что это его личная статистика, они должны знать, что у них происходит с населением. Тысяча человек в месяц приезжает в Портленд на регулярной основе. И это те люди, которые постоянно добавляются, которые здесь, понятное дело, либо снимают, либо покупают. Это те люди, которые продавливают наш спрос и предложение в разные стороны, соответственно, да. Потому что вот мы буквально на прошлом эфире говорили о том, а сколько же у нас, допустим, домов в Молтном Акаунте и в Клэкомос Каунте, ну, если мы сейчас про Молтнома только говорим, то там было домов порядка двух, типа 2700, 2600 за месяц. Это новые дома, которые появились. А теперь представим, да, 2600 домов появилось, 2600 домов на Молтном Акаунте. В Молтном Акаунте это преимущественно Портленд, да. И у нас тысяча новых людей, которые приехали в этот Портленд. А еще же есть коренные жители, так скажем, которые тоже хотят приобрести дом. Вот, когда тысяча людей приезжает, а есть еще местное население, а всего в месяц на рынке 2600 домов, вот, в общем-то, и объяснение вот этой вот нездоровой ситуации, которая, которую мы сейчас наблюдаем на рынке и с ценообразованиями, с этими бидин ворс и со всеми остальными прилагающимися явлениями обстоятельствами. Поэтому, наверное, немножко запоздалое решение, на мой взгляд, с этими пустующими домами, но, по крайней мере, наконец-то, это колесо раскрутилось. начало крутиться. Еще раз расскажи, вот что будет с этими домами, за ними пустует, вот кто-то их забросит, кто их будет, вот мне непонятный механизм, кто их будет выставлять на продажу? Вот кто? Механизм... Кому платить деньги? Вот, механизм сейчас разрабатывает, поскольку эта собственность находится на территории Портланда, то Портланд, как сити, как город, он будет, соответственно, инициировать, как муниципальное образование, он будет инициировать процедуру банкротства в свою пользу, оперируя это тем, что есть определенный линз на этом доме, есть определенные долги, да, за что-либо, за какие-то платежи, там, может быть, за налоги, может быть, там еще что-то, за ютилитис, и так далее, и так далее, то есть на каждом доме есть своя история, и они, понятное дело, они будут работать с юристами, все там будет абсолютно законно, потому что какой человек будет приобретать дом, у которого история там за пашком, да, это никому не надо, поэтому они, соответственно, эту тему начинают, они ее раскрутят, и я думаю, что покупателям, которые будут этот дом впоследствии через аукционы приобретать, бояться абсолютно нечего, ну, потому что какой смысл сети продавать дом, в котором есть какие-то проблемы, то есть все это будет раскрыто, это будет определенный дисклоузер, в котором будет говориться о том, что и как, то есть это, если это будет через аукцион, это может пойти по каким-то аукционным понятиям, когда вообще не раскрывают какие долги, да, и это вроде как твоя обязанность, соответствующий провести, если ты как потенциальный инвестор, или просто как желающий купить дом в свое личное пользование, работаешь с профессиональным риэлтором, то бояться здесь абсолютно нечего, потому что вы вместе с ним на пару можете получить по дому любую информацию, потому что вы придете в сети, вы назовете адрес, вам предоставят все, что нужно относительно этого объекта, какие долги, какие долги, конечно, но это открытая информация, которую просто из архива достанут и покажут. Да, Александр, вот когда я рассказывал об этих домах зомби, вот мне тема очень понравилась, почему? Потому что я в свое время хотел поступить в Maryland Bible College Seminary в Балтиморе, и вот как раз в том районе, где находится этот College Seminary, вот как островок, такой, знаешь, оазис, вокруг него я ходил вот рядышком вокруг да около там целые кварталы этих заброшенных домов с выбитыми стеклами, причем большие дома, там двух-трехэтажные, кирпичные, полуразрушенные, вот целые районы, и там даже банк, который там в том районечке недалеко, он закрывался в три часа дня, потому что настолько была сильная криминогенная обстановка, нельзя было по шагу ступить. Что ты думаешь, вот прошло какое-то время, вот я приезжаю, не узнаю этот район, дома начинают заселять потихонечку, то есть что-то это в Балтиморе начинают делать, это очень криминогенный этот город, и вот здесь в Портленде я, например, ни разу не видел, чтобы дома вот так вот пустовали. Ну, сказать, что прям блоками это так же, я бы не сказал, потому что, ну, наверное, ни один риэлтор с этим не согласится, кто постоянно путешествует по своему городу вдоль и поперек, да, а мы в силу своей деятельности этим занимаемся на ежедневной основе, я, если честно, ни в Ванкувере такого не наблюдал, ни в Портленде, ни в пригородах вообще, а в принципе нет такого, чтобы стоял какой-то наибухут, или он был какой-то заброшенный или там еще что-то. Мы говорим о домах, которые где-то разрозненно по одной, по две штуки стоят. Два редко, как правило, по одному, то есть так называемые пятна, и именно вот эти пятна и формируют вокруг себя вот эти очаги, очаги напряженности. Кому, как ни полиции, об этом знать. Соответственно, они говорят, что, ребята, у нас есть 430 домов, которые мы на регулярной основе отслеживаем и которые нам приносят определенную головную боль. Из этих 430 домов очень серьезная доля, реально пустующих. То есть есть те, которые там живут на легальной основе, но, допустим, не платят, а есть те, которые там потерялись и живут вообще непонятно кто. И, соответственно, вот именно об этой категории, о второй категории, здесь речь-то сейчас и идет. Александр, я вот подозреваю, что, скорее всего, наверное, как это бы делать, если дома никому не принадлежат, если у них нет никакого владельца, нельзя найти концы с концами, то, скорее всего, муниципальный округ, наверное, как поступит? Но, наверное, потихонечку будет их выделять, не будет продавать их, а будет выделять, вот, наверное, семьям, значит, многодетным семьям, может быть, какая-то программа будет специальной помощи. Тоже ему запросто. Вот что может получиться. Скорее всего, они не будут так вот проданы риалтору с молотка. Не будет, наверное, акшена. Здесь тяжело сказать, потому что здесь же это очень сложная тема, потому что Сити тоже понимает, что в первую очередь у них есть неоплаченные долги по этим домам, да, то есть в пользу Сити, который измеряется десятками тысяч долларов. Когда мы говорим о каких-то программах помощи, там, с грантами, там, еще с чем-то, да, мы говорим, что есть определенный бюджет, который выделяется городом, и из которого финансируются все вот эти вот программы assistance, да, то есть тебе, как first-time homebuyer, когда тебе дают, там, часть денег на покрытие, как грант на покрытие closing costs или еще что-то. Что мы постоянно слышим от loan officers? Та программа закрылась, другая программа закрылась, третья программа закрылась. Почему? Потому что выгребли бюджет, который на каждую из программ выделялся. Не может, он не резиновый, и он не может длиться постоянно. Есть у нас, допустим, ну, как у страны есть бюджет, у штата есть бюджет, у Портланда есть бюджет. Соответственно, в рамках этих бюджетных выделенных средств в год оказывается определенная помощь. Деньги выгребли, программа закрылась. Не потому, что кто-то ошибку сделал, а потому, что просто нет денег. Соответственно, здесь получается та же самая история. Если за каждый отдельно взятый дом Портланд хочет получить возврат в виде каких-то долгов, которые висят, ну, допустим, там 40 тысяч могло набежать, 50 тысяч, там 30, в зависимости от ситуации, то я не думаю, что, если честно, что будет какая-то серьезная программа, по которой они начнут эти дома просто так вот раздавать. Потому что им сначала надо вернуть свое, и они уже имеют долги, измеряемые в десятках тысяч по каждому из домов. Если они еще этот дом как-то подарят кому-то или на какой-то такой основе выдадут очень сильно льготные, то где финансовая сторона какая-то положительная для них, не знаю. Может быть, они не будут их продавать, а будут в какой, ну, в аренду, допустим, малоимущим. Вот это, вот это хороший вариант. Допустим, с последующим правом выкупа там когда-то. И вот этот долг, они, может быть, им скажут, ребят, на этом доме висит, допустим, 40 тысяч долга. Александр, а у нас вообще есть в городе муниципальное жилье? Хороший вопрос. Это не тема риэлторов, потому что муниципальное жилье не участвует в сделках купли-продажи. И если оно есть вот в том смысле, в котором ставишь акцент на этом вопросе, то эта тема, она очень сильно похожа на термин неприватизированное жилье, да? Неприватизированное это то, которое принадлежит муниципалитету и которое выделяется незащищенным слоям населения или каким-то, допустим, специальным людям, которые представляя определенную профессию, работают на сети или еще что-то, то здесь это отношение аренды, это не отношение купли-продажи. А раз это так, то нас это не касается, потому что мы арендой не занимаемся. Ну, кто-то занимается, может быть, это у него, может даже быть каким-то направлением бизнеса, но в общей своей массе риэлторы арендой не занимаются. Потому что в Нью-Йорке есть все-таки это там. Нет, вопросов нет. Вполне вероятно, что здесь это есть тоже, просто на нем же не написано, что это дом муниципалитетный или что он был предоставлен этим людям на какой-то там основе. Здесь обычно как бывает, что берут частный дом или, ну да, частный комплекс апартаментов и вот это так называемая восьмая программа, то есть получается эта программа оплачивает муниципалитет, вот именно не муниципалитет, а правительство либо города, либо штата, то есть вот таким образом это работает. Но в некоторых городах есть именно специальное муниципальное жилье выделяется, в частности вот в Нью-Йорке как раз целый-целый квартал, причем многие злятся, причем потому что значит малоимущие живут в Манхэттен, чуть не в центре города, вот, как Каролина о Манинах, понимаешь, в то время, как средний класс должен ютиться о каких-то трущобах. Да, но дело в том, что у каждого города, наверное, есть центр, в котором есть очень неблагополучные районы. Да, да, и когда говорят о географическом понимании центра, о, как он живет в центре, а ты зайди и посмотри, как он живет и где это. Но Манхэттен, он везде Манхэттен, понимаешь, там везде, ночью и ночью и днем, как угодно, и поперек, даже в Гарлеме. Понятно. Хорошо. Не был, не могу сказать. Интересно, надо бы узнать, посмотреть вот это все. Потому что интересно, вот столько много мы узнаем в программах Александра Сорокина. Знаете, очень много, хорошо, что когда включается тоже, вот у вас голова, размышления начинают приходить, вот как вообще это все происходит. И начинаем понимать всю систему, вот как это все работает. И может быть, есть какие-то лазейки, когда мы можем получить жилье более доступным. агрокалтурал программ бывает такая, когда люди, у меня, например, Дендрок, он живет в хорошем очень районе, в Пенсильвании, и он платит всего лишь 400 долларов в месяц за свой двухэтажный домино, где пять бетрома наш. Ну, мы рады за него. И будет платить еще нцать лет. Надо, чтобы он нам позвонил в эфир и рассказал всем, как это у него так получилось. у него просто по программе, так же, как у нас в Баттлграунде. Нет, я понял, но просто, когда речь идет о нескольких сотен долларах за пять бетром, всем хочется знать, как так. Это было давно, лет 20-30 назад он получил этот дом, и единственная проблема в том, что это не его жилье, то есть, если он сейчас его перестанет платить и просто, как бы все, и он пытается перейти на уже, чтобы она была его. Но, говорит, ну, мне, в смысле, даже это не нужно, говорит, я нормально сижу и плачу, и как бы все. Вот, очень интересный момент есть, вот другие платят всего лишь 400 долларов и живут как короли, да, а некоторым приходится надрываться на трех работах и платить 2,5. Потому что ты платишь 2,5 за свое, а короли живут в арендованном замке, в этом разница. Да, нахай живут, все равно это, слушай, вот, знаешь, по-хорошему, некоторые даже не имеют особой разницы, какая разница, лишь бы это был дом, вот дом, в полоспредитово слова, но не у всех это получается. Ну, это так же, как кто-то есть, кто-то, у кого-то есть сберегательные счета, у кого-то нет. Кто-то живет сегодняшним днем, а кто-то думает о завтрашнем. Те, кто покупают, они думают о завтрашнем, а те, кто не думают о сберегательных счетах, они живут сегодняшним днем, им сегодня хорошо, они живут, что там завтра, ну, завтра и посмотрим. Разные люди, как бы разные отношения, упрекать кого-то в чем-то абсолютно нереально и нельзя, и не нужно, поэтому каждый для себя выбирает сам. Я к следующему вопросу перейду, кстати, может мы напомним телефон нашего эфира. Конечно. 971-319-1130. 971-319-1130. У нас есть еще время. Да, я... Извините, писать текстовое сообщение. Еще напомню номер своего телефона. 503-863-9369. Еще раз. 503-863-9369. Я напомню, что... Звать меня Александр Сорокин, я риэлтор в штатах Вашингтон и Орегон. К следующему вопросу переходим очень тоже интересному. Опять цифры, но цифры такие, знаете, занимательные, о которых стоит задуматься. Вот мы много говорим о том, какой процент у нас кэшбайеров, как часто они нам портят жизнь, в кавычках, когда приходится с ними столкнуться на каком-то доме и конкурировать своим оффером с их оффером. и есть определенные цифры и есть даже определенная тенденция, которая в масштабах страны выявлена. И это достаточно занимательные цифры и, ну вот, вы сейчас поймете, почему. Опять же, выявлено, что оказывается, сегодня у нас процент присутствующих кэшбайеров на рынке представляет минимальную цифру за последние 8 лет. мы говорим о том, что у нас они сплошь и рядом, а статистика говорит об обратном. Но статистика это в целом по стране и есть еще и орегонская, орегонская в общем тоже. И Орегон в этом смысле опережает даже общенациональные тренды, потому что в целом по штатам сейчас 35% всех сделок проходит с кэшбайерами. Для сравнения, год назад было 38. и в Орегоне эта цифра уже составляет 31, то есть она тоже неуклонно уменьшается. И здесь даже приводится такая аналитика о том, а когда же у нас был пик кэшбайеров. Вот он приходился на 2011 год. Очень интересно, да, 2011 год. 47% всех сделок было кэш. Интересно. Каждая вторая. Ну потому что они были не такие высокие. Все верно. пик пришелся падения цен у нас получается на 2011 год на середину. Декабрь 2011 года это был тот месяц, который как у нас все лоан-офисеры отмечают, был таким началом вот этого бума, который мы наблюдаем по сей день. И вот соответственно тогда все поняли, что жилье больше падать не будет. Кто соответственно был в кэше, те все вылезли на рынок и те все стали все скупать. И поэтому 47% у нас было сделок именно связан с кэш. И вот мы сейчас движемся вверх и 47% в Орегоне превратилось уже в 31%. И даже приводится очень интересная цифра, что а какой же допустим был процент кэш сделок в канун кризиса? 25%. Каждая четвертая сделка была за кэш. У нас сейчас 31% и тенденция на спад. То есть можно ли здесь сказать о том, что если мы движемся к 25%, то это опять некая черта или знак, который нам должен сказать о том, что опять какие-то кризисные явления? Не могу сказать. Но когда мы до этой цифры доберемся, наверное, будет очень интересно наблюдать и за теми, какие цены у нас будут к тому времени. Они, похоже, будут очень даже серьезными. И мы видим рост 12-15% в нашей эре в год. Если у нас допустим падение кэшбайеров по 3% в год, то нам осталось до 25% еще 3 года подождать и мы там окажемся. И когда мы там окажемся, по той статистике, которая у нас сегодня есть, наши цены теоретически должны вырасти еще процентов на 30 с лишним. И потом опять лопнет пузырь. Вот и посмотрим. И после этого уже никто ничего попадет. Да, я очень рад, что у нас все идет в записи и потом мы можем из архива достать нашу передачу и посмотреть. Вот мы 3 года назад рассуждали о том, как это может быть. Вот мы пришли к этой цифре и цены у нас теперь вот такие-то. И собственно, а что у нас происходит внешне на рынке? Александр, здесь могут быть две вещи. Я смотрю, две вещи, которые можно сейчас проанализировать. Но первая вещь, то скорее всего произойдет то же самое. Опять все это лопнет. То, что я, например, не могу себе представить, что вот этот вот дом, вот мы едем и смотрим различные дома, вот так вот по улице проезжаем, что он может стоить 30 тысяч, когда его цена намного ниже. То есть они очень сильно взлетели вверх, то есть они неоправданно высоко. С другой стороны, то есть может действительно опять повториться ситуация 2007-2008 года, но второе есть большое но, Александр, то, что наша инфляция настолько высока, что вот эти цены, которые сейчас, вот эти 300 тысяч, они соответствуют вот тем 150, которые были буквально совсем недавно. То есть может быть возможно, стоимость доллара, она настолько сейчас вот реально стала ниже, что цены взлетнулись вверх. Вот это может единственное, что как раз продолжит этот рост и оправдать его. В таком случае, в таком случае все остальное тоже должно стоить намного дороже, что в принципе может произойти. Вот тогда это будет большая серьезная проблема. Кроме того, мне кажется, что некоторые цены на товары, на производство, они искусственно занижаются. Ведь не забывай, что товары все-таки производятся не здесь, а где-то в Китае. Понимаешь, если бы все это производилось здесь, это стало бы точно так же, как и недвижимости. Прямо пропорционально недвижимости. Но оно же не станет внезапно производиться здесь, потому что там что-то передумали или еще что-то сделали. А вот если бы оно стало здесь производиться, экономика наша пошла бы вверх. Реально. Потому что на самом деле появились рабочие места и все равно укрепляют. Почему мы должны вкладывать деньги в экономику Китая, например? А с какой стати? Об этом сейчас не хочется, но я вот о другом скажу, что если мы сейчас сюда переведем все наши производства и здесь людей у нас станет еще больше и экономика наша пойдет вверх, то цены наши станут просто сказочными. Они будут вообще неподъемными, они будут где-то в небесах, потому что оказывается у нас здесь появится еще 80 предприятий масштаба Найки и куча рабочих мест, новые люди, которым надо где-то жить. Внезапно дома не нарисовались и что? Александр, я сравнил, смотри, как получается. Вот смотри, простой пример Левайс. Когда они выпускали массово здесь в Америке Мэттен, Юэсэй, они стоили 30 долларов, как и все. Вот сейчас выпускают, чтобы одержать ту самую сумму, смотри, вот джинсы прошло сколько-много лет? 30 лет прошло, они стоят столько же, те же самые 30-35 долларов, реальных цена за пару. Написано не Мэттен Юэс, а Мэттен Эйджипт уже. Раньше было Мэттен Мексико, Коламбия, сейчас уже заклепки стали эти уже чуть ли не пластмассовые. И вот смотри, что получается. Некоторые компании начали выпускать Мэттен Юэсэй джинсы. Сначала они стоили в три раза дороже. То есть 200 долларов за джинсы. Мэттен Юэсэй. Хочешь Мэттен Юэсэй платить? Но вот сейчас появились массовые производства, и оно опять сравняло. Оно ближе. То есть оно фактически, но чуть-чуть дороже. Но не так. Вот ты говоришь, что оно прямо взметно. Дороже. Ну не 30 долларов получается, а 50 за пару. Там 40, там может быть как-то. И все это снижается, потому что с чем массово будет... Ты же знаешь, ты же проходил экономику. Я проэкономист, инженер-экономист по образованию. Одно из образований, инженер-экономист. Я же вижу, что такая тенденция. Вот, например, даже компания Apple, она потихонечку, сейчас уже некоторые комплектующие уже здесь некоторые вещи собирают. Потому что действительно уже все возмутились. Ну сколько можно собирать там все это дело. Некоторые уже здесь потихонечку. А компания Apple хочет, чтобы здесь была. Так же и дома. Мне кажется, ты знаешь, вот то, что цены идут вверх, это показывает... Это же здесь производство. Это у нас здесь. Мы же дома покупаем в Америке, а не в Китае. Я думаю, это все не экономика, а политика. Потому что, если мы говорим об Apple, то надо сначала сказать о том, что Apple зарегистрирована не в Америке, а в Ирландии. И платит налоги в Ирландии. С этого начнем. И за это вызывали представителя там, Тим Кук, или как его звать, из Apple, в Сенат. И пытались его раскрутить, на каком основании американская гордость юридически приписана к Ирландии. А Ирландия это офшор. И они платят там столько, столько считают нужным. Поэтому, когда в этом масштабе мы говорим о том, что Apple перенесла производство каких-то там запчастей, комплектующих в Штаты, то это не экономика, это политика. Просто, чтобы в Сенате как можно меньше народа возмущалось и не таскали его, не отрывали от работы, чтобы он там ходил и кому-то объяснялся за свои коммерческие интересы. Вот и все. Это мое мнение. Никто там не будет прогибаться и уменьшать свои прибыли, свои акции, которые у тех же сенаторов там в сумасшедшем объеме и которые сами заинтересованы в том, чтобы эти акции росли. Поэтому прибыль имеет место, они будут ее держать, они для народа могут сказать, что мы Apple прижали, а сами понимают, что в эфире сказали так, а потом его по плечу похлопали, типа, да ладно, все нормально, пожурили для общественности, иди, работай дальше. Как бы, поэтому, не. Это не только с Apple, я думаю, что это, наверное, когда больших денег касается, это всегда так и всегда в подобном ключе проявляется. Поэтому по поводу инфляции, кстати, Штаты единственная страна в мире, которая считает инфляцию не так, как весь остальной мир. Потому что удобно, потому что американский доллар, резервная валюта всего мира и потому что раскрывать действительные данные об инфляции по той формуле, по которой считает весь остальной мир, это подвергать себя очень серьезной опасности, чуть ли не там, не знаю, национальной безопасности, потому что если все будут считать, сколько инфляции реальная в Штатах, то это, соответственно, повлияет на доллар и на интересы вся остального мира относительно доллара. Поэтому придумали, считают инфляцию совсем по-другому, какие-то вещи туда вообще не закладывают, какие-то закладывают. Ну вот весь Федорезерв опять остался на прошлой неделе, получилось, видишь. Это к инфляции вообще никакого отношения, если честно, не имеет, это такое побочное обстоятельство. Да, все-таки. Да. Они, по крайней мере, на этом основывали свое решение. Скорее всего, они будут повышать. Они основывали свое решение о том, что там все время, знаете, я уже устал, если честно, смотреть их формулировки, по которым они основывают свои решения, потому что там как сказка про белого бычка. Они об одном и том же говорят, и каждый раз, вот если у них чуть ли не спустили им сверху, как надо сделать, они, соответственно, под это решение готовят какой-то там комментарий. И вот сейчас они ничего не сделали, надо же людям что-то сказать, они там какими-то цифрами оперируют, а кто из нас с вами эти цифры перепроверяет? Никто. Соответственно, мы эту информацию проглотили, и что с ней делать дальше непонятно. Александр, цены на недвижимость, смотри, получается, да, ну хорошо, если инфляция с ней причем. Смотри, они растут не по дням, а по часам, получается. Если раньше мы говорили, там за полгода ты приводил статистику, за месяц, да, сейчас буквально чуть ли не каждый день идет рост, реально, вот понимаешь, вот уже раз не поглянулся, и уже те дома, которые по 250, уже 300 тысяч. Уже раз, так быстренько, так и тут уже. Да, но здесь надо... А сколько будет еще дороже? Мы как бы так вот немножко, может, эмоционально для слушателей наших так покажется, рассуждаем на тему того, что у нас тут и как происходит, но надо не забывать, что остальная Америка вот этого бума-то не наблюдает, который у нас здесь. И очень много народу отсюда уезжает, и я вам рассказывал и про Коннектику, да, как у нас там с Опенхауса люди говорят, по чем сравнимые цены, там, допустим, на те же дома или про Теннесси, там, я уж не помню, ну, короче говоря, с восточной части Америки. Южная Каралина особенно. Да, потом про Канзас, Арканзас, та же история, там, Оклахома, то есть люди называют цены, которые нам здесь кажутся смешными, даже вот калифорнийцы смеются над теми, какие у нас цены, а мы смеемся над тем, какие в Канзасе цены, к примеру, потому что это просто несоизмеримые вещи или в Миссури, или там где-то еще. В Айоминге особенно. Ну да, то есть люди уезжают, люди продавают здесь дом, покупают себе там чуть ли не хоромы где-то там, да, ну, в общем-то, они теперь там и живут. Поэтому человек, продавший дом в Нью-Йорке или в Калифорнии, он может чувствовать себя обеспеченным на всю жизнь, где бы он ни жил, потому что у него и дом может быть такой же, какой был, еще и в кармане много денег останется. А если он купит дом во Вьетнаме или Венесуэле, то тем более. Там он полстраны купит сразу. Да, поэтому... Все относительно, Александр, куда ни крути, но меня волнует то, что вот этот наш регион, он почему-то стал в Магданеве опять дорогим. Хотя он на самом деле, здесь, в принципе, ничего особенного нет, кроме красивых гор, ну, да, как ничего сказать, ну, красивые горы там, да, то есть, да, place for dreamers там. Я понимаю, что вот эта страна, где, ну, вот, для тех, кто только что поженился, это очень красиво, шикарно, но здесь нету того, нету силиконовой долины, например, здесь. Ну, как там чуть развивается, но это ерунда все. Вот я в прошлый раз хотел эту тему с точки зрения внутреннего валового продукта. Кстати, ну, вот, и сегодня у меня все цифры не перед глазами, но я запомнил две очень важные, три очень важные вещи. Первое, что Калифорния у нас, это шестая экономика мира, которая по объему продажи товаров и услуг опередила Францию. Орегон у нас занимает место Пакистана, сравнимый ВВП, то есть, сколько Пакистан продает, столько Орегон продает и оказывает, соответственно, услуг и продает товаров. Вашингтон в два раза больше, чем Орегон по объему. Это сравнимо с экономикой Бельгии. Вот. И когда мы говорим о том, что а что здесь такого, а что здесь такого странного, или почему люди сюда едут, но давайте рассмотрим этот вопрос с точки зрения именно того, если Орегон как штат соотносится, ну, с таким небольшим количеством людей, которые в сравнении с тем же Пакистаном, где там десятки миллионов, если не сотни, я не в курсе, сколько там точно, но просто несоизмеримые цифры населения. Если наша экономика Орегона сопоставима с Пакистаном, а экономика Вашингтона с Бельгией, то, значит, здесь есть чем заняться, значит, здесь есть люди, здесь есть рабочие места, здесь создан соответствующий микроклимат для предпринимателей, поэтому сюда люди переезжая, если они, конечно, не по W2 налоги платят, а по 10.99, то здесь все находят себе применение. И раз такая ситуация у нас здесь складывается, то, наверное, мне кажется, уже стоит как бы перестать этому удивляться, потому что в целом те масштабы, которые мы имеем здесь, они очень серьезные, просто крайне серьезные, и если замкнуть это на том, что нам с этим делать, да, то кроме как вот поддерживать всевозможные программы, о которой сегодня мы говорили в нашем первом вопросе относительно изъятия в пользу города, допустим, в том же Портленде, пустующих домов и, ну, что-то в таком духе, это вот, пожалуй, то полезное, что мы можем делать и чему мы можем содействовать. Все остальное, как бы, мне кажется, это пустое, и, ну, мы можем, конечно, тут какого-нибудь экономиста пригласить, он нам с еще более таким сложным математическим языком все это объяснит, что от чего зависит и как, что у нас происходит, но нам, наверное, это и не нужно, мы смотрим, что влияет на наши процессы в недвижимости, потому что у нас это главная тема, и все остальные вопросы мы тоже, в общем-то, да, разбираем, потому что очень интересно анализировать, как одно соотносится с другим. Кто-то прав, кто-то не прав, кто-то ошибается, кто-то там не ошибается, это все нюансы, но на деле, на деле, мне кажется, что в целом у нас это очень полезно происходит в эфире, и спасибо вам, слушатели, которые мне звонят и предоставляют свои отзывы о том, что и темы нравятся, и подход, и подача материала и так далее, то есть стараемся быть проще, стараемся быть понятнее, поэтому, пожалуйста, звоните, обращайтесь, звоните в эфир, тут вы можете, в общем-то, со всеми поделиться, мы открыты для этого. На сегодня, наверное, у меня, пожалуй, все, в следующий раз, во вторник. Александр, я бы хотел, чтобы мы дали небольшой анонс, какие темы ты хочешь еще поднять, передачи, чтобы, по крайней мере, мы имели представление, что еще интересного мы сможем узнать, свежайшие темы впереди. Я скажу так, я к каждому последующему эфиру готовлюсь между эфирами, у меня нет такого плана на месяц вперед, объясню почему, потому что я рассказываю о том, что вам интересно и что вам нужно. На данный момент времени. Да, и это я черпаю из общения с вами, и те темы, которые мы обсуждаем, они, еще раз повторюсь, они основаны почти всегда на ваших звонках и на тех вопросах, которые возникают. поэтому для меня важнее то, что вам важнее, а не то, что мне там может показаться интересным. Мое хобби озвучивается тогда, когда оно с вашим интересом совпало, а не просто так, что я пришел и говорю только то, что хотелось, хочу сказать, ни в коем случае. Поэтому не будет анонса, тем интереснее будет, поэтому я всегда... Видите, чем отличается программа Александра? Я специально ему задал вопрос, я знаю, что он так и скажет. Дело в том, что это одна из тех программ, которая живая, она на текущий момент времени, поэтому мы работаем в живом эфире. Запись вы можете смотреть на сайте slavikfamil.org и можете обращаться к этой аналитике, анализировать ее. Между прочим, многие так и делают. Вместо того, что можно смотреть какие-то фильмы, которые, может быть, чисто, знаешь, философские, чисто рассказывают о тех вещах, давно забытых дней, когда сейчас мы можем взять документы, послушать на досуге, посмотреть. И я думаю, что многие так и делают. Это очень правильно, это по деловому. Да, согласен. Еще раз, телефон Александр. Да, напомню свой номер телефона для всех желающих попробовать свои силы на рынке недвижимости в качестве продавца или покупателя в штатах Вашингтон и Орегон. Мой номер 503-863-9369. Еще раз, 503-863-9369. И вы всегда можете увидеть мою очередную ежемесячную статью на тему недвижимости и того насущного, что с ней связано в журнале Афиша на страницах 10-12. Как найти и купить дом своей мечте или выгодно и быстро продать свой дом? Как узнать о наилучших кредитных программах, которые сделают покупку дома действительно радостным событием? Поручите это дело профессионалу со стажем более 17 лет. Александр Сорокин, риэлтор компании Keller Williams окажет профессиональные содействия в решении этих вопросов. Он поможет вам в подборе кредитной программы, включая такие опции, как Zero Down Payment, безвозвратные гранты до 5% на покрытие closing cost и первоначального взноса, а также вычеты по налогу на дом сроком до 10 лет, 50% скидка на дом и многое другое. Окажется действие при short sale for closer, а также сделках с банковскими и аукционными домами. Внимание! Мы бесплатно оказываем уникальные услуги для продавцов домов. Стейджинг, лэндскейпинг, фото- и видеосъемка в высоком разрешении. Представление грузовика для переезда. Клининг. Мы поможем вам осуществить вашу мечту. Александр Сорокин с удовольствием ответит на все ваши вопросы. Звоните по телефону 503-860.